Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо, что вы сейчас смотрите это видео. Будьте благословенны! Я сегодня это видео хочу посвятить Любови Пилет. Это человек, который написал мне «Здравствуйте, Любовь! Здравствуйте, будьте благословенны!». Вы спросили мне вопрос, и я просто хотела бы сейчас это видео посвятить вашему вопросу. Вы сделали комментарий, и задали мне несколько персональных вопросов. Я просто хотела бы вместо того, чтобы писать длинные, как бы, свои исповеди, свое свидетельство, я просто сделаю это где-то 80 минут, сделаю это видео для вас. Вы спрашиваете. До этого, конечно, мы с вами переписывались, и я сказала, что я буду за вас, я продолжаю за вас молиться, за ваших детей, и я молюсь именно Божьими обетованиями. Господь нам обетовал. Господь сказал в Визае 54 главе, посмотрите на тетя, и там он сказал, что, Господь сказал, что и ваши сыновья будут научены самим Господом. Господь учит сыновей ваших, верьте в это слово. Великий будет мир у сыновей ваших тоже есть такое. И у меня есть видео благословения, даденные нашим детям. Я вам тоже могу поставить, чтобы вы посмотрели. И просто веруйте, что Господь, конечно, Господь благословит наших детей, потому что наши дети, они дадены нам всеми, это благословение нам от Господа, и мы молимся за него, и на все молитвы отвечаем. И, конечно, продолжайте молиться. Я буду тоже молиться за вас, за вашу семью, за ваших детей, за ваших сыновей. Смотрите, мы написали, благодарю вас за ободрение молитвы. А как давно вы пришли к вере? Что этому содействовало? Ведь это Бог избирает людей, а не люди сами. Что привело вас к этому знанию о Нем? И как вы почувствовали, что Бог есть, ведь Он невидим, и не побоялись выйти из этого мира с Его искушениями и Его пониманием свободы? Спасибо за ответ. Конечно, много вопросов, но я думаю, что вы поймете, когда я буду просто говорить о своих свидетельствах, хорошие вопросы. Спасибо, что вы мне их задали. И вот как раз я хотела бы по этому поводу сделать видео, потому что уже спрашивали, по-моему, где-то у меня тоже спрашивали люди эти вопросы. Как давно я пришла к вере? Я пришла к вере, это 19 год, значит, я приехала в Америку в 2000 году, в июне. В 2000 году, потом этой осенью, 2000 года, осенью, меня пригласили посетить церковь. До этого, до того, как я пришла в протестантскую церковь, я очень искала Бога. Значит, я работала в оперном театре в Петербурге, в Санкт-Петербурге. Это был детский оперный театр. И я после окончания ЛГИТМИКО, института театральных искусств, я закончила. И по образованию я актер музыкального театра, то есть я оперный театр. И все, что связано с музыкой и с классическим пением, это актерским мастерством, было мое образование. И я закончила институт, и сразу после него я была приглашена работать в театре как мудо-специалист. И я родилась в Казахстане, я родилась не в Казахстане, а в Казахстане. Я прожила в Казахстане до 17 лет, или 18 лет, да, переехала в Петербург. И вы знаете, я просто в семье родилась, в семье, где родители мои были мусульмане. Мои отец и мама были мусульмане. У меня папа казах, и мама татарка, и у них было испобедание мусульманское. И, конечно же, когда мы, я, когда училась еще в советское время, то время было, время, когда в школе был Ленин. Помните, да, Ленин жив, Ленин был жив, как ужас, как сейчас я даже не могу даже так говорить. И мы, как бы, в школе говорили нам, нету Бога. Домой, когда приходила, у меня бабушка была очень верующая мусульманка, и она соблюдала Рамадан, читала Коран к нам. И, как бы, мы выросли, мы дети выросли все, слушая бабушкины чтения Корана, истории из Корана. И, конечно, я выросла в семье, где нам говорили, мне, например, я помню, я помню с малых лет, я помню, что мне мама всегда говорила, и бабушка, и отец мой, папа, говорил, что Бог, мы не можем спрятаться в Бога, и мы должны прибегать к Богу. Бог все знает, и надо надеяться на Бога. И, конечно, Бог у меня всегда шел, я всегда знала, что есть Бог. Я всегда верила в Бога, потому что в моей семье это исповедовалось. Бог — это, ну, как бы, Всевышний, это был Всевышний Аллах, это Всевышний и Аллах. И, как бы, в доме было вероиспределение в Бога, в одного единого Бога Всевышнего, и, конечно, соблюдались все, ну, как бы, заповеди, что там, уважать стариков, там, в общем. Много-много, кстати, из Корана, и много, как бы, родители нас всегда, как бы, я была, я помню, как я, я помню, когда маленькая, с детства нас учили, как бы, не обманывать, жить в честности, и, как бы, много, я вижу, схожестей с Кораном, и, почитать, родителей, там, стариков, и, вот, гостеплимство, конечно, в этом я выросла, и я знаю, что всегда, я помню, что мама говорила, что, когда что-нибудь случится, всегда вызывай, это значит, Бог мой душа моя, то есть, Бог, обращаемся к Богу, как к самому близкому, как к самому бежать, к Богу, и просить у Бога, к Богу. И я очень часто себя помнила, что я всегда обращалась к Нему именно так. И, вы знаете, я еще помню, вопрос о Боге всегда меня интересовал, и всегда мне очень интересовало это. Когда мне, я была еще маленькая, у меня два брата маленьких есть, и я помню, когда мама однажды пришла и сказала, что она ходила к какому-то человеку, который, ну, к пророку, я думаю, что это был какой-то пророк, или мула, или, как они называли, человек, которого можно было спросить, что Бог скажет, или за исцеление, и этот человек сказал, что в ее семье много детей, и один из своих детей принадлежит Богу, то есть, он от Бога принадлежит Богу. И, ну, как бы, Дитя Божие. И когда мама пришла, я помню, я еще была маленькая, и она сказала это, и я так захотела, чтобы я была этим Дитем, Дитем от Бога. Я помню, как я бы желала это. Потом я помню, много лет спустя, когда у меня уже мои братья родились, знаете, в мусульманской семье мальчики это все, а девочки это, знаете, это ниши сорт. Ну, конечно, в моей семье не было такого, чтобы у нас разделения сильного не было, я когда-то не сильно чувствовала так, но я знаю, что оно всегда присутствовало в нашей семье, потому что мальчики были все для моих родителей, как бы наследники. Когда уже родились мои младшие братья, второй раз тоже было и сказано, пророкам, мусульманским пророкам было сказано, что также такие же слова, что у тебя много детей, шесть родителей у нас было, у родителей, и один ребенок принадлежит Господу, так и сказано, что был один принадлежит от Бога, он пришел от Бога, и он Божий, Божие дитя, у тебя есть в семье. И, конечно же, за столом Ганна Василия мама сказала, что вот, там пророк сказал, и, конечно, родители посмотрели на моих маленьких братьев, я говорю, уже маленькие два брата, и, вы знаете, и сразу мне тоже захотелось, опять же я подумала, нет, я хочу быть, я так хочу быть детем. Знаете, много лет спустя я поняла, что я это действительно была, и поэтому у меня внутри такое было, знаете, ревное сожжение быть этим. Знаете, история у меня очень, это длинная, но я хочу рассказать, что когда у меня было уже, я уже работала в театре, был такой период, как бы, перестойка была, там, в общем, был такой период, и я в это время очень сильно искала Бога, я очень, что-то происходило в моей суше, мне приснились сны, мне приснился Отец Сам Бог, мне приснился Иисус, как Он выбрал меня в свою невесту, и я знала, что я принадлежу мусульманской семье, значит, я мусульманка, почему Иисус меня выбирает как невесту, это был мне сон приснился такой чудесный, и все время, знаете, вот, как бы, Господь стучался в мое сердце, и вот в одно время, где-то такое, по-моему, в 90-х годах каких, 90-х, не знаю, в каком-то году, где-то 20 лет назад, где-то больше 20 лет назад, я шла из театра, я шла и услышала звон колоколов, я искала Бога, я действительно хотела сказать, Бог, где ты, где ты, я хочу тебя видеть, я хочу знать, я хочу знать твою волю, я хочу знать о тебе, потому что я знаю, что ты есть, и, вы знаете, вот я шла с этим мыслям, я просто, я постоянно, вот у меня эта мысль все время у меня было в сердце, и когда вот эти, там, Владимирская церковь была, где, где венчался, по-моему, Николай, в общем-то, царь в Петербурге на пяти углах, и когда я посмотрела налево, и там колоколами, или как раз шесть часов, по-моему, было, и я сказала, наверное, там Бог живет, и когда я вошла в эту церковь, я вошла в церковь, я знала, что, наверное, Бог здесь живет, наверное, здесь я могу найти Его, я хочу Его узнать, у меня было такое сильнейшее желание узнать Бога, я зашла в эту православную церковь, и когда я зашла, я видела люди, там, молились, там очень много икон, там красивая церковь, небольшая, но очень красивые иконы, красивая, я ходила, и люди ставили свечки какие-то, я ходила среди этого, я говорила, нет, это не Бог, это не Бог, это не Бог, там была картина Богоматери, Марии, и люди приходили, ставили свечки, и молились, и крестились, там, ну, как бы перекрещивались, и я знала, что это нет, это не Бог, не Бог, и когда я вошла уже, вы знаете, там есть еще вот как бы глубинная комната, где была она пустая, там не было людей, я вот зашла, это, видимо, как бы алтарь, место для священника, или что, я зашла в эту комнату, и я увидела с правой стороны огромные, наверное, метров 20, я не знаю, высочайшее полотно, масло написанное полотно в огромной раме, и там Иисус Христос висел на кресте, Он висел на кресте, я просто устремилась, я подошла к этому, к этой картине, и когда я подошла, я смотрела вниз на него, и Иисус Христос на кресте смотрел, и Он смотрел, и в глаза, я посмотрела в глаза, и Он смотрел мне прямо, не в глаза, а прямо в душу, как будто Он посмотрел внутрь меня, и у меня внутри что-то стало происходить, что-то происходить, и я поняла, что-то происходит, что-то внутри моей, в душе моей, что-то происходит, и я смотрела, я просто настолько была притянута, как магнитом к этому, я смотрела в эти глаза, в конце концов я очнулась и говорю, «Ты есть Бог, и я хочу Тебя знать, и Ты откроешься мне, откройся мне, и Ты есть Бог, и я, вы знаете, я знала, что в мозгу моем, я знала, что я мусульманка, и я говорю, и вы знаете, это люди считаются изгоем, в мусульманском среде нельзя говорить там «Иисус» или говорить «Иисус – это Бог», это настолько грех для мусульмана, и я, по-сторону, стою здесь, у меня в Москву одно, там я, чем я выращена, в чем меня растели, и вдруг я смотрю-смотрю на эту картину, где Христос был распят, и ему говорили, что Он есть Бог, и я хочу Тебя знать. Вы знаете, я просто даже приказала, «Я хочу Тебя знать», я сказала. И вдруг я поворачиваюсь, я покинула эту церковь, вы знаете, сразу же мне началась, моя жизнь сразу же начала меняться, она менялась, и, знаете, очень короткая история, она поменялась до того, что я очень в скором времени переехала в Америку, и в скором времени я попала, а также через очень скорое время я очень хотела креститься, и я знала, что я, если я должна научиться Боге, и знать именно Бога, Которого увидела, Которого заглянула мне в душу, и просто перевернула мою душу, я знала, что я должна была креститься в Его имя, я должна была креститься, Потому что так мне казалось, мне никто не говорил об этом, мне так внутри. Я пошла в православную церковь, я крестилась в православной церкви. Вы знаете, когда меня, когда там батюшка ходила, меня крестила в православной церкви, мы держали свечку там в одной руке, и мы должны там ходить. Там, в общем, ритуалы, там воду лили, всякие. Потом мы держали, я смотрела, я помню, держала, нам дали сертификат с новым именем, там православный имен мне дали. И вот я держу свечку, я держу, и вот стоим мы в кругу людей крещеных, и поп, там, кодилон, и там что-то говорит на старом славянском. И вдруг все говорят, пожар, пожар, и там, тушите, тушите, все начали кричать, и на меня смотрят, я бы не поняла. Я потом увидела, у меня вдруг ни с того ни с сего загорелось мое свидетельство. Я держу свечку, я здесь свечку держу, и у меня горит, свечка горит, и горит это свидетельство, оно у меня до сих пор у меня есть, прогоревшее. И, вы знаете, вот опять же, как будто какой-то знак. И вот я крестилась, и потом, когда я приехала в Америку, мне очень хотелось найти, опять пойти, найти, потому что, я должна знать, потому что мне этого недостаточно было. Мне недостаточно было, чтобы там поп что-то говорил, что-то там, это, кодилами, это все делало, мне надо было просто знать, мне надо было научиться с ним разговаривать. Я так это хотела. И, вы знаете, и потом, когда мои очень близкие-близкие люди, они знакомые мои, хорошие, они привели меня в церковь, в церковь уже протестантскую, когда я пришла, это уже будет другая история. И, знаете, но я сделала короче, в этой церкви, конечно, я действительно, мне подарили Библию, сказали, ты это хочешь знать, Бога, вот здесь Он, Бог, вот здесь. Я открыла эту Бибию, и я не могла оторваться, я читала о Боге. И, знаете, когда многие люди, когда читают о Боге, они видят, какой Бог жестокий, там, истребляли народы, Идите на войну, убивайте все эти... Вы знаете, я их не видела, я видела Божью любовь, я видела, что Бог хочет благословить. Я только видела любящего Бога, любящего Бога, хотящего благословить нас. И, вы знаете, вот чем больше я читала Библию, чем больше я просто глотала, мне надо было, я просто как будто воду упила, мне надо было. Я каждую ночь быстренько делала все дела и бежала, и у меня мое яблоко, я очень люблю яблоки, выросло в городе яблок, в мате, и я ела это яблоко, и я не могла внимательно сетиться, и я вот просто два года для меня были яблоки, я просто любила очень, до сих пор мои занятия, читать Слово Божие, и, знаете, он открывался мне Богом. Я, конечно, приняла погодное крещение обязательно, и тоже я расскажу вам этот вопрос, чудесное свидетельство, и между вот этими, понимаете, вот это мое свидетельство, я ужала, сжала его в такой короткий срок, я уже заканчиваю, там между ними были такие чудеса Господь творил, удивительные вещи, Господь как показывал мне видение, удивительные вещи, открывал духовный мир для меня. Я была крещена тоже, просила у Господа, чтобы Господь меня вписнил, крестил огнем, и крестил меня Духом Своим Святым, конечно, я получила крещение Духом Святым, конечно, внутри нас живет Дух, внутри меня, и, конечно, Его учение, Его учение, вот я, я то, что я вот, Дух Святой мне открывается, Господь, Слово у меня открывается, вот с вами я делюсь все время. И, конечно, радость, я думаю, что это тоже, это чудо, это одно из чудес, чудо, когда Господь дает веру, когда Бог, которому я верила, я верила в Бога, в единого Бога, и Бог, написано, что никто не может прийти к Иисусу, пока Бог его не приведет к Иисусу, да, я думаю, что Бог, которого я знала, которого я почитала, Он меня привел к Иисусу Христу, к Христу, к, знаете, к смерти Христа, к воскрешению Христа, к жизни во Христе, вот это, вы знаете, чем больше мы читаем Слово, тем больше оно открывается, тем больше открывается, вы знаете, вот это больше и больше, вот это тайно Господне в Слове Божьем, оно больше открывается. Вот такое мое свидетельство, на этом я заканчиваю, спасибо, она немножко продлилась, но я буду потихонечку рассказывать все мои свидетельства в моих видео. Спасибо опять, любовь, я не знаю, вы ответили вам на этот вопрос или нет, но вот такая моя история. Спасибо опять, будьте благословены, пусть Господь благословит вас, вашу семью, ваших детей, ходящих в Боге, я уже вижу, что они ходят в Боге, слава, аллилуйя, аминь.